В соответствии с Конституцией, правительство страны представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. Впервые эта конституционная норма была применена в 2009 году. Сегодня с отчетом перед парламентариями выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Что важного услышали депутаты, мы узнали из первых уст. На связи с нами заместитель председателя Думского комитета по образованию Алена Аршинова. Отчет правительства включал в себя отчет по основным показателям. И были озвучены основные цифры. Был обозначен и рост во многих сферах, и об этом уже говорилось не раз. И о демографическом росте, и о том, что у нас есть успехи даже на фоне других стран, таких ведущих стран, как Соединенные Штаты Америки и Германия, что у них высший государственный долг. И было акцентировано внимание на том, что сейчас готовится несколько программ, причем во всех сферах, и в обороне, и в культуре, и в образовании. Поэтому все было подробно разъяснено. Но что касается критики, поскольку наша фракция акцентировала внимание на том, что у нас не выстраивается диалог с министром образования, и мы очень ясно дали это понять. Надеемся, что следующие правительства будут партийные правительства, потому что сейчас очень сложно наладить контакт. Мы публично заявили о том, что есть проблемы. Потому что партия упреждает премьер-министра, а министры в большей степени без политической принадлежности. И как таковой связи, или, например, просто на примере, принимается решение, а отвечает за него премьер-министр, или отвечает за него, я имею в виду партийный премьер-министр, или отвечает за него конкретно партия, которая утверждала премьер-министра, предложенную кандидатуру. Поэтому сложности есть разные, но я думаю, что мы их преодолеем. И в целом Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что та критика, которую он услышал, и конструктивные предложения очень вовремя, своевременные и прозвучали вовремя.